Для Пифагора и его последователей философия должна была служить прежде всего основой образа жизни. Вполне возможно, что Пифагор это даже не настоящее имя, а так вот Погонявого. Когда мы говорим о Пифагоре, стоит помнить, что он был больше религиозным деятелем и мистиком, чем ученым. Хотя, несомненно, ученым он тоже был, и можно бить в глаз каждого, кто скажет другое. Даже если у известного исследователя античной философии Эриха Франка этому посвящена даже целая книга. Для Пифагора и его последователей философия должна была служить прежде всего основой образа жизни и, более того, пути к вечному спасению души. Для Пифагорейцев самая важная часть философии была та, которая учила о человеке, природе, человеческой души и ее отношениях с другими формами жизни, ну и со всей вселенной. Ну, пожалуй, вот с этого мы сегодня и начнем. Китайские мудрецы говорили, что человек должен 40 лет учиться, 40 лет накапливать знания, систематизировать их, а еще 40 лет передавать свои знания ученикам. Ну, Пифагор первую часть задания и учебы, и накопления знаний прошел за первые 40 лет, такое два в одном. Видимо, понимал, что третий 40-летки у него в жизни уже вряд ли будет, и, скорее всего, не будет точно. К 40 годам он был уже хорошо образован, красноречив, и, кстати, вполне возможно, что Пифагор это даже не настоящее имя, а такое погонялого, прозвище или по-научному, можно сказать, что это псевдоним, которое философ получил за то, что всегда говорил верно, убедительно, красиво, так, как говорят оракуумы. Пифагор в переводе с греческого, если переводить дословно, это убеждающий речью. Ну, хотя по другой версии имя Пифагорам было получено в честь Пифии, жрицы, прорицательницы дельфийского оракула в храме Аполлона в дельфах. По легенде, когда Пифагор приехал в Кротон, то его встречали восторженные горожане и просили выступить с воодушевляющей и умной речью. Особенной популярностью пользовались речи Пифагора перед женщинами. Ну, которых до этого момента в Кротоне не пускали на массовые мероприятия. Что в масках не пускали, что без масок не пускали, вообще никак не пускали. Женщины, слыша Пифагора, падали в обморок, девушки бросали в воздух чепчики, а на сцену трусики. Ну, в общем, все как на концертах Олега Винника, Стаса Михайлова, ну, или кто там сейчас модный у нас самый. Легенда легендой, но, скорее всего, Пифагор шел к своей славе среди кротонцев постепенно. Да и трусиков с чепчиками, ну, чтобы бросать их на сцену, тогда еще не изобрели. Ну, тем не менее, попав в захолустную провинцию и столицу философии, со знаниями, полученными от Фалеса, Анаксимандра, вавилонских мудрецов, египетских жрецов, персидских колдунов, с памятью о прошлых перерождениях, и вот с этим всем, что Пифагор сам себе мог приписать, или что могли о нем придумать восторженные фанаты, действительно смотрелся на местном фоне очень даже так и ничего. Ну, как бы там ни было, благодаря своему красноречию и интеллекту, которым он сбивал с ног любого, попавшейся ему под руку, Пифагор стал известным и приобрел немалое количество почитателей. Как мы уже говорили, для Пифагора было важно найти способ жизни, который обеспечит гармонию с Вселенной, но такой способ найти было мало, надо было еще уговорить достаточное количество людей ему следовать. По сути, Пифагор проводил первый известный в истории эксперимент по созданию человека нового типа. Эксперимент был первый, но, как мы знаем, далеко не последний, и мы видим все новые и новые версии попыток улучшения человеческой природы. Пифагор верил в то, что спасти и освободить свою душу человек может путем физического и нравственного очищения. Пифагор пошел по пути создания правил, которым должен был следовать каждый правоверный пифагорейец. Кстати, пифагорейцы были двух типов. Были математики и акусматики. Математики занимались изучением науки и выработкой правил, а акусматикам было достаточно заучивать религиозные духмы и им следовать. Через какое-то время это, конечно, привело к расколу пифагорейцев на два крыла, которые полетели каждая в свою сторону, и, по некоторым сведениям, даже устраивали друг против друга заговоры, перевороты, войны. Но это уже было потом, после смерти Пифагора, он этого не заметил. Может, это и лучше. В пифагоризме очень много магического. Это неудивительно. Повторю еще раз. Любой философ – сын своей эпохи, сын своей земли, сын традиционных идей, представлений о мире. Но это вполне естественно. Как объяснить широким народным массам новую идею, если не использовать привычные клише якоря? Ответ – никак. И это вам скажет вообще любой пиарщик или рекламист. Даже самая авангардная идея должна быть смутна. Ну, пусть смутна. Лучше, конечно, вообще знакома. И для ее объяснения надо использовать привычные штампы. Иначе просто не зайдет. И Пифагор тут не был исключением. Он взял что-то у древних авторов, что-то у орфиков. Причем часть орфических текстов сам и написал. Ну, чтобы придать видимость древности своей науки. Что-то взял у Ноксимандра с Анаксименом. И вот в эту всю красоту внедрил свои блестящие идеи и наработки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok